Девушки отдыхают После перерыва Югра перебрала фолов и «Газпромнефть» трижды пробивала 10-метровые удары. Как результат, подопечные тренера Марата Обжалимова не только сравняли счет, но и вышли вперед 4-3. Второй тайм больше удался «Газпромнефть», и она довела матч до победы 11-4. Эмоции у команд били через край, и судьи вынуждены были показать две красные карточки, по одной на команду. После чего бригаду арбитров гости и обвинили в своих неудачах. Первый тайм начали хорошо, повели 3-1, но тут же, к сожалению, когда играли две команды в мини-футбол, в футбол и вообще в игровые виды спорта, есть такие два ребята, которые называются «судьи», которые начали, я прямо скажу, не скрывая, чудить. То есть они взяли, сломали первый тайм. Второй тайм был удален я, и, как бы сказать, связующее звено было потеряно. И команда спокойная, ноябрьская «Газпром» выиграла. На следующий день, наоборот, «Газпромнефть» достаточно быстро ушла в отрыв 3-0. Но уже к концу первого тайма ноябрьцы плотно висели на фоллах, и «Югра» счет размочила 3-1. А сразу после перерыва сократила его до минимума. Оставшееся время игра проходила нервно с обилием умышленных фолов со стороны гостей, а концовка получилась тревожной. Но «Газпромнефть» выстояла и победила 3-2. Первый тайм был без переживаний, а второй уже все ближе к концу, больше переживаний было. Счет-то 3-2. Вчера было полегче, сегодня посложнее. Но ребята молодцы, играли хорошо, дотерпели, выиграли. Сегодня они на первом месте в нашей зоне, поэтому с победой. Теперь по потерянным очкам «Газпромнефть» вышла на первую строчку турнирной таблицы. А следующие игры команда проведет на своей арене 2-го и 3-го марта с Сургутским государственным университетом. Обе игры пройдут в спорткомплексе «Зенит». Начало встреч в 12 часов. Денис Ручкин, Артур Кабаневский, Александр Иванов, Виталий Харченко. Новости нашего города.